Если вдруг вы в этом городе нашли кучу мусора, скорее делайте с ней селфи, потому что в скором времени в этом городе мусора будет просто не найти. Ну, видно будет, конечно. Поживем, увидим. Не раз я слышала на платформах интернета отзывы о северной столице Греции, городе Солоники, пренебрежительные отзывы о самих солоникийцах, как о людях, не поддерживающих чистоту и оставляющих мусор тут и там. А иностранные туристы покачивают головами в расстройстве за прекрасную старину зданий города, что буквально сыплется на глазах, когда это достояние всего лишь необходимо было бы привести в порядок. Так почему же город Солоники настолько поврежден, довольно уставш и замусорен на сегодня? И какие опасности несет он в себе посредством этого? Сегодня мы разберемся в этом раз и навсегда, чтобы не оставалось вопросов, а после можно сделать выводы. Журналисты города бесчисленное количество раз вещали об этом и составляли амбициозные программы по реконструкции. И все это было на протяжении аж 40 лет. Дело в том, что в Солониках еще и страдают от высокого уровня загрязнения воздуха. Несколько месяцев назад Европейский суд осудил Грецию за отсутствие корректирующих мер в отношении города в течение 14 лет. Чистота города является жалобой самих жителей города Солоники. Мусор повсюду. Это мусорные баки, постоянно переполнены. Тротуар бывает заваленным мусором, старой мебелью или мешками со старой одеждой. А стены зданий, будто исторических или нет, разукрашены бессмысленными граффити. Заброшенные здания без какого-либо ухода за ними ухудшают культурное наследие, оставляя при этом много других проблем за собой. На улицах города расположено множество заброшенных домов, старых особняков и памятников архитектуры, которые еще не отреставрированы, а также открытых участков, полных мусора и крыс и мышей. По этой причине уже началась информационная кампания для граждан и муниципалитетов, прося их, если они, конечно, знают, данные владельцев этой недвижимости, чтобы подать иски в прокуратуру за загрязнение от мусора и грызунов. Но из-за неразберихи наследственных идентификаций, нелегкое это дело, есть невозможность подачи исков окружному прокурору по поводу загрязнений, поскольку неизвестны владельцы собственности. И проблема усугубляется, когда местные муниципалитеты не наводят порядок, так как закон запрещает любое вмешательство в частную собственность. Хочу заметить, что никто не может точно сказать, сколько таких построек имеется в Солониках или остальной Греции, потому что нет обширных данных, как отметила археолог Мария Мавриди. Эта опись должна производиться в сотрудничестве с определенными органами и финансироваться. И только таким образом получится информация о движимых или недвижимых останках, чтобы можно было приступить к оценке и выбору шагов, которые необходимо предпринять. Тем более, что при всем при этом археологи не осознают опасности, таящиеся среди заброшенных промышленных, например, зданий. И самое простое, чтобы снять со всех ответственность вообще, это охарактеризовать эти здания как под снос. Именно поэтому археологи, архитекторы и историки опасаются за поправку об ускоренных сносах. Ведь так у них будут катастрофы без оценок. А это уже будет риск навсегда потерять частичку истории города. Опасные старые постройки с оголенными кабелями, шаткими полами и лестницами, без даже надлежащей вывески снаружи об опасности. Типичен пример годичной давности, когда 22-летний парень в городе Лариса погиб от обрушившейся стены, а ведь он всего лишь проходил мимо здания. После всего грустного хочу сказать, что недавно был проведен опрос о потребностях горожан. Да-да, это было в преддверии муниципальных выборов 2023 года. И апостолос Критикос очень быстро создал прототип приложения, которое позволит выражать свои пожелания жителям города. Если вы постоянный житель Салоников или просто посещаете этот город, то вам сразу приходится обратить внимание на его чистоту в скобочках. А также на то, что с трудом в этом месте Греции найти парковку, особенно в час пик. Все это мы слышим уже сейчас из отзывов местных жителей. Еще одна острая проблема – это заблокированные и часто поврежденные тротуарные дороги. Сломанные тротуарные плиты – это препятствие для людей с ограниченными возможностями, делающие для них выход из дома в настоящее испытание. Ну а что насчет мусора, скажу словами нового мэра. Предыдущая администрация города, когда заняла свое место, имела достаточно хорошую сумму в казне, но административная неадекватность привела к тем результатам, которые имеются сегодня, да еще и с дефицитом аж в 20 миллионов евро. Только подумайте, что заместитель мэра использовал для служебного автомобиля аж трех водителей, когда двое из них могли бы быть вполне трудоустроены в другой сфере. По вопросу чистоты новый мэр сказал, что город был принят в трагическом состоянии и что прокуратура должным образом расследует причины в настоящий момент и что проведется внутренний аудит по поводу большого скопления загрязнений во время праздников и определятся любые обязанности. Также он рассказал о реализации специального бизнес-плана, который находится в полной разработке. Лично от себя замечу, что действительно в центре города Салоники ситуация с мусором заметно изменилась в лучшую сторону. Ну а мэр в свою очередь отчитался, что за первые 15 дней нового года уже собрано 4340 тонн отходов, 620 тонн на переработку и 150 тонн огромного размера мусора, это мебель и так далее. И это только начало. А также он сообщает о краткосрочном и долгосрочном планах, об аренде оборудования и машин, которые будут направлены на чистоту, мытье улиц, тротуаров и мусорных баков. Остается надежда, что мэрия займется и старинными прекрасными постройками этого города, помимо других проблем в этой пятилетке, и что это дело не будет забыто в ящике стола до следующего мэра. Пожелаем, чтобы этому уставшему вековому городу сделали достойный лифтинг и можно было увидеть прекрасное лицо города без повреждения его исторической ценности. Субтитры создавал DimaTorzok